то есть на самом деле очень просто понадобится нож маркер ключ ну чтобы затянуть понятно эти булочки пейки отвертка и все и руки все больше чем надо всем привет друзья с вами сей сегодня расскажу как все-таки переделать руль логите вот это там непонятные дальше буквы на 920 в расчете в общем как вы можете видеть что у меня уже нет здесь руля останован это не обращать внимание это я просто уже так сказать его немножечко подорнизировал это для другой системы это уже следующий видос главное этом отбросим у вас есть точно такая же основа как у меня но не обращай внимание опять же то что здесь отпилены опять же это просто я уже немножечко бегу вперед и уже это и другого так сказать видов за тема но основное что вас точно так же руль стоит здесь за исключением некоторые факторы что вот нормальный руль у меня здесь все снята в принципе наплевать вот точно такая же система, вообще ничего не меняется. Единственное, что вам нужно будет снять вот здесь вот ярлычок, вот этот, ну как-то значок. Вот, он откручивается, по-моему, с шестиградниками, просто отклеивается. Ну, в общем, ребят, будет вопрос, пишите, как бы, ничего сложного, я думаю, что разберётесь. Вот, он будет у вас вот так, здесь на четыре самореза. Мы их просто выкручиваем, снимаем руль, всё, дело в три секунды. Поэтому, я думаю, что, как бы, ничего сложного в этом не будет, но если будут вопросы, как бы, вы пишите, всё объясню. Вот, так как руль я уже, как бы, до этого модернизировал. Я же не знал, как точно у меня же не было явного плана. Вот, естественно, да, откуда у меня, блядь, явный план может быть. Соответственно, я импровизировал по дороге, и это всё не записалось на видос. Вот, у вас он будет вот на такую штукенцию переделан, у вас будет, то есть, вот так у вас торчать, вот, и вот так вот она будет стоять. Сейчас покажу, она сюда вставляется. Вот, и по факту он будет у вас вот так. Вот, как только вы открутили руль, у вас будет вот такая штука. Вот, и, собственно, у вас есть вот такой руль, как сейчас, вот, как у меня. Вам нужно отпилить вот эту штучку. Она вам не нужна, понадобится для других действий. В принципе, если вы придумаете, как преобразовать, но это дальше, по-каку, даст память, можно и не отпиливать. Ну, как бы, я отпилил её сразу же, потому что это как переходничок у нас будет, мы его всегда сможем вот сюда спокойненько подкрепить. Вот. Сейчас. Он у нас просто здесь разного размера, они... Вот. И вы, как бы, всегда сможете его на что-то закрепить, чему-то прикрепить, у вас руль всегда будет надежно закреплен. Поэтому это как переходник, я его сразу отпилил, снял и, в принципе, правильно сделал. Итак, сейчас вроде я объяснил, как снимается основной руль. Всё остальное вот это навесное, если вы тоже хотите так, как я всю хера буду снять, просто откручивайте всё, что видите, и, собственно, руль у вас разбирается. Ничего сложного. Кстати говоря, я его использовал, ну, ладно, тоже потом вот здесь, видите, кнопочки, это у меня дополнительная торпеда, но, опять же, это уже другой видос. Вы сняли руль, теперь нужно разобрать корпус. Снизу откручиваем всё, что видим, не вижу смысла показывать. Я думаю, что вы всё открутите без проблем. Даже когда всё открутите, он не будет разбираться. Есть один нюанс. Вот здесь, спереди, вот здесь вот, два шестигранчика. Их тоже выкручиваю. Потом, казалось бы, всё, не совсем. Вот здесь ещё вот так вот вынимается, откладываем. И ещё пару болтов мы тоже отсюда выкручиваем. Но я их, конечно, до конца не закручивал, потому что я это всё сам только что собирал. Вот, и чисто схематично у меня здесь всё, конечно же, закручено. Ну, как бы, ничего сложного, если уж вы решили переделать руль, я думаю, что выкрутить болты вам будет не составить, собственно, никого труда. Откладываем в сторонку она не понадобится вообще. Вот, можно вообще её выкинуть. Вот. Здесь мы видим всю внутреннюю работу. Ой, я забыл эту штучку поставить. Короче, сейчас мы ничего не видели. Сейчас всё поставим. Вот, то есть вы видите вот такую картину, как у меня. Единственное, что у вас здесь вот этот провод, он будет уходить в центр и выходить с этой стороны, включаться в плату. То есть я его уже отсюда вывел, вытащил. Он у вас просто будет выведен, вы его отсюда выдёргиваете, отсюда вытаскиваете, либо отсюда вытаскиваете, ну, ничего, тебе это, короче, не важно. Вот, опять же, будут вопросы, пишите. Просто на самом деле я сейчас уже не вспомню. Ну, да, да, вот он насквозь туда проходит. Да, 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 да. Значит, вы просто отсюда его вытаскиваете, вот здесь он у вас будет торчать, когда вы снимете руль. Вы его из платы выдернули, туда вытянули назад, и всё, он у вас остался. И вон он ещё понадобится нам. Здесь у вас будет моторчик стоять вот такой. Я его уж не стал обратно крепить. Тут опять же ничего сложного, он вот здесь вот на двух палочках крепится, вы их открутили, вот, и на одном крепится он вот здесь. Вот, вот здесь, вот, а нет, это вот здесь не крепится. Нет, он только на этих, он что-то крепится. Да, да, он просто на этом крепится. Вот отсюда два болтика открутили, бам-бам, сняли моторчик. Скорее всего, у нас не снимется без снятия вот этой платы, но может и снимется. Я вроде так вот ишу. А, вы вообще не снимать не надо, ребят. Я забыл. Это я просто понял с самого начала. В принципе, его не обязательно снимать. Вот. Но, чтобы не мешал, лучше снять, оставить недолго. Вот, далее, что мы делаем дальше? Снимаем основную шестеренку. Вот. Я, конечно, хотел, на самом деле, чтобы это было все очень просто и смог это сделать каждый, но, блядь, ребят, вам так не получится. У меня что-то не выходит, чтобы это было 3 секунды и без всякого лишнего гемора все-таки придется блядься. Ну, как блядься, полчаса, а что? Вот, снимаем держачную штучку. Больше ни о чем у нас вся эта основа не держится, мы ее просто вынимаем. А, у вас вот здесь вот еще, скорее всего, два болта будут. То есть, вот, раз, вот два. Их тоже откручиваем, вынимаем. Все, что мешает, все раскручиваем. Почему так поверхностно рассказываю, ребят? Если я буду говорить детально, каждый болтик, каждый винтик, ну, значит, это не ваш. Если вы не сможете без этого сделать, ну, забудьте просто об этой идее, ребят. Ну, вот, и поучитесь еще. Потому что, как бы, не вижу смысла, если вы уже зарубились на то, что переделать руль, то я думаю, что вам должно быть это все понятно. А возвращаем дальше. Сейчас у вас, в принципе, такая же картинка, как у меня должна быть уже. Вот, когда вы все... Здесь не вращать внимание, что у меня все в масле. Вот, это я, так сказать, немножечко улучшал конструкцию. И немножко перелил масло везде. Вот. Сняли. Собственно, вот такая у нас конструктишн осталась. Теперь интересная самая. Вот такая шатеренка у вас будет. Вот эта часть, я ее уже выбил. Вот. Она у вас изначально будет вот здесь. То есть, вот в таком положении она у вас. Вот. Вот здесь вот так вот. Вот так у вас она будет. Чтобы ее выбить, надо, ребята, где-то закрепить. Ну, я вообще, на самом деле, в гараже ее выбивал. Но ее, в принципе, можно и дома выбить. Ее нужно всего лишь молоток. Грамотно ее выставить. То есть, в принципе, она вот так идет у вас. Ну, по факту, просто положить вот таким вот макаром. Вот так. Опереть сюда отверткой. Посильнее ударить, она выскочит. Я просто был не уверен, получится у меня это сделать или нет. Поэтому дома я особо с этим не парился. Но оказалось, что она вылетает очень легко. Вот. И такая втулка у нас просто улетает. И у вас получается вот такая вот деталь. То есть, я и не хотел нарушать основную конструкцию. То есть, именно фишка, что мы не нарушаем основную конструкцию. Вот шестеренка, которая вот здесь находится. То есть, вот она вот так. Вот так находится. У вас она будет еще с дополнительной вот такой штучкой. Обрезать ее не нужно. Это я тупанул, когда делал. Не надо этого делать, ребят. Вы сохраните при этом и обратную связь, и вибрацию. Это самая основа. Обрезать ничего не надо. Это я просто тупанул, блядь, когда делал. Так. Идем дальше. То есть, весь руль у вас по факту разобран. Опять же, ребята, если какие-то вопросы, пишите везде. В контакте, инстаграм. Все указано. Всегда отвечаю. На все комменты отвечаю. Всегда можете проверить. Вот. Их проблем. Вам нужен такой болт. Это болт М8. Продается в Леруа Мерлен. Мерлен. Я купил две штуки за где-то 30 рублей. Там просто по одной не продавались. Что взять два? Также к нему гайки там в комплекте шли. И все это... Ну, это рублей 30. Ну, в общем, копейки, ребят. То есть, это ничего страшного. Также в Леруа, когда будете, сразу возьмите на этот болт вот такого вот диаметра, чтобы у вас подходило под эту штуку, там по-любому есть какая-нибудь железная пластина. То есть, функция этой пластины точно такая же, как этой деревяшки. То есть, это просто... В общем, чтобы закрепить на болт. Это будет ось вот сюда входить. Это у нас ось вращения самого руля. Соответственно, вам нужно найти вот такую же, только металлическую. Ну, не получится металлическую, херст. Можете, как у меня, деревянную найти. Она, в принципе, тоже по мне подошла. Вот. Просто у нее немножко с ней геморрой не будет. Вот в идеале найти такую же, только металлическую. С ней будет лучше. Понадежно. Ну, не получилось. Можете, как же, как я, вырезать из фанерки квадратик, сделать в нем отверстие, блять, ножницами, проткнуть его болтом, затянуть двусторон кайками. Все. Точно так же вы двусторон кайками затягиваете металлическую только пластину. На стандартные саморезы, которые у вас были, прикручивайте эту штуку. Ну, что, прикручиваем эту штуку. Чтобы... Лайфхак такой, чтобы попасть сразу. Я думаю, что, опять же, если вы заморочились... Я думаю, что вообще это будет основа, как вы просто посмотрите быстренько ролик перемотали, усекли, как фишка делать. Вот. Я думаю, что сами допрёте, как что-то происходит. Но я решил всё-таки показать по полной программе, как я сам это всё делал. Вот. Просто, как вы сами понимаете, то, что всё разобрано... Ну, это была далеко не первая моя попытка, и далеко это не с первого раза я просто всё так придумал, у меня всё вот так вот разово получилось. То есть, естественно, нет. Это, блядь, разово с пятого, наверное, блядь, всё получилось. Уже было кучей деблин и так, и так, и так, и сяк, блядь. Ну, сработало вот это. В принципе, можно даже... Не, факт, что она попадёт, но главное нам зафиксировать. Вот. Фиксируется она жёстко. Чем ровнее, ребята, спилите, тем будет лучше. Я спилил... Ну, я имею в виду, вот руль, когда спиливается. Я спилил не очень хорошо, поэтому есть некоторые отклонения. То есть, в принципе, тут на двух вполне этого достаточно. Если вы возьмёте пластину на четыре, вообще прекрасно будет. Но, правда, надо будет ещё два болтика найти вот таких же, ну, чтобы потом руль прикрепить. Но двух достаточно, я его собираю. Вот. То есть, мы закрепляем. Всё, она уже, блядь, никуда от меня денется. И, в принципе, даже... Ну, то есть, видите, немножечко... Ну, вообще-то ровно, в принципе. Вообще-то ровно. Вот. Идём дальше. То есть, нам нужно теперь вот сюда всё вставить. Здесь всё смазано. Блядь, опять же, говорю, пацаны, так получилось. Вот. Опять же, это не главное. Вставляем эту штуку. А, да, забыл сказать-то с самого начала, что нам понадобится. Нам понадобится нож, маркер, ключ. Ну, чтобы затянуть, понятно, вот эти болтики-пиэтики. Отвёртка. В принципе, это и всё. И руки. Как бы всё остальное. Больше ничего не надо. Вот. А, ну, болты ещё нам понадобятся. Болты. Вот. Ну, походу, уже поняли, я думаю. Двигаемся дальше. Нам вставляем в отверстие. И здесь самая, сука, геморройная, самая проблематичная, самая, блядь, дебильная. Что надо сделать? Что я вообще не люблю по всей этой системе? Я вот не знаю, как обойти. Просто фишка в том, что, ребят, надо закрепить вот эту шестерёнку вот в этом месте. Чтобы она, сука, здесь была. Не знаю. Я не допёр. Короче, я допёр только вот таким способом. На самом деле, глупо. Ну, вы просто подкладываете... А, что это такое? Забыл сказать. Это вот такая штука. Вот отсюда. Поняли, да? Просто была под рукой. Подошла. Вот. Пластинка. Одна пластинка держит нормально, но две лучше. Вот. Чтобы не проворачивалось ничего. Да, и самое главное. Большой частью... Ну, то есть у меня это на среду, но у вас здесь будет большой диаметр. Вот ваш. Иначе, блядь, она будет задевать за большую. Ну, вот так вот его насаживаем. Давай. Ну, блин. Так. Надо вот эту сторону. Вот эту сторону. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Ах ты, блин. Ну, то есть я говорю, ребят, блядь, ты. То есть это вот самый проблемный такой момент, что надо сделать. А так-то все остальное это легко. Ну, как бы, я считаю, это один из самых таких простых способов, на самом деле. Ну, потому что я посмотрел, как еще делают. На самом деле, я про этот друг-то вообще не нашел, по-моему, даже ни одного гроша не идет. Вот. Подобный руль делал парень, он делал просто еще целую вось дополнительную. То есть, не как мы просто, как бы, так сказать, подключились к одной из старых. Ну, он просто фигарил еще одну целую. Сам на стойке там все делал. Ну, блядь, керинге, муранье. Заморочился. Вот. Все, теперь мы просто закручиваем наши шестереночки к нам поближе. Вот. Чтобы... Опа, блядь, хорошо сидит. Двигаем к нам сюда. Они сейчас даже тут упрутся. Ну, блин, надо бы, конечно, чтобы эта тоже туда зашла, ребят. У меня так немножко некрасиво получается. Мы ее сейчас обрежем, конечно, но все равно лучше, чтобы она тоже, ребята, зашла туда. До конца. То есть, в принципе, она и так будет держать. Вот так вот накрутили, чтобы чуть-чуть только торчало. Ставим вот эту часть. Иначе эта подла не закрепилась потом. Сразу фиксируем ее болтиками. Можно на парочку посадить. Пока же, чтобы она никуда не умотала у нас. Ах, блядь. Вот так вот. Просто говорю, парни, блин, так получается, потому что уже, так сказать, дело-то сделано. Видос-то решил только сейчас записать. Нам было, конечно, сразу все делать. Просто, чтобы реально новый руль не покупать. Просто ради того, чтобы все сломать еще разок и разрезать. Вот, пришлось делать таким вот образом. Так, все, держится. Опачки. Продеваем. Отлично. Еще чуть-чуть. Оп-па. Все, так, вращается. Все отлично. Все вращается. Подзатянем сейчас еще немножечко у нас это все. Тельца. Так. Эти смазки, блядь, полты нахочут. Ху** поддержатся, блядь. Так, ну-ка. Как мы видим, сама она жестко стоит вообще. Так, естественно, тоже уже никуда не денется, потому что мы посадили ее нормально. Хочу советую. Такую штуку. Масло бытовое обыкновенное, хер знает, дома нашел, блядь, не знаю, девочек найти. Можно вот такая вот штукенция. Мы ей смазываем немного только, так, почти. Вот эту часть. Парни, вот эту и вот эту. Вот. То есть места, где она трется. Не сильно. Оп, капнули. И вот эту тоже чуть-чуть. И на саму шатереночку тоже можно. Чтоб получше, так сказать, скольжение было. Вот. Подразработали вот так вот. Нормально. Вот. Ну, соответственно, если вы такой же рукожоп, как я, и у вас что-то торчит. Это все мы обрезаем. Просто обрезаем. Оп, аккуратненько. Оп, все, обрезали. Смотрите, что не торчит. Сопротивление один хрен сильное. Отлично. Далее, что? Возвращаемся к началу. Ставим обратно большую шатеренку. Она, так, это у нас не то. Вот таким вот образом ставим назад. Пам. И вот этой пипкой надо попасть вот сюда. Ну, сообразить, я думаю. Соответственно, так как это у нас блокировка, наверх идет, она должна вот так встать. А пипку мы уже подвергаем, как нам надо. И такое тоже, ну, на самом деле, с первого раза не сюда получается. Но аккуратненько, аккуратненько, оп, оп, оп. Почти получилось. Так, сейчас мы ее подвинем. Сейчас, ребятки. Так, видите, есть. Попала в пипку. И мы ее притягиваем вот этим хомутиком таким. Оп. И затягиваем болтиками. Оп, первый. Оп, второй. Ребят, может, что упустил? Возможно. Но, как бы, основную мысль, я думаю, что вы все поняли. Вот. Кто хотел это сделать. Итак, по факту, что у нас изменилось. Мы убрали вращение с этой основной шестеренки на малую. Соответственно, увеличив число оборотов руля. Сейчас мы промазываем все от начала и до конца. Все шестеренки должны быть всегда в масле. Чем лучше скольжение, ребят, тем лучше будет у вас, ну, по факту, чувствительность. Вот. Линейность там, нелинейность. Чувствительность. То есть, вот это все у вас будет, по факту, лучше, чем глажа. Он будет идти. Не бойтесь все тупить. Единственное, что у вас тут может сниже палиться, как у меня. Механизма здесь электрических никаких нет в этом месте. Ничего страшного не произойдет. Вот. Максим, что просто залетте все нахуй. Вот. Так что, собственно, вот такое вращение происходит у нас. Оп. И оп. То есть, вот видите, она доходит где-то до сюда примерно. Ну, вот, чуть меньше. То есть, вот у нас. Вот он вот так. И где-то, соответственно. Теперь. Что мы делаем теперь? Мы прикручиваем вот сюда. Вставляем нашу ось. Отлично. Берем ваши саморезики, которые должны были у вас остаться. На два вы прикрутили. Еще у вас остаться должны были. Я их куда-то, блин, пацаны, походу посеял. Я, в принципе, мог легко это сделать. Вот один я вижу. Давайте хотя бы на один фигоню. Так. Один я вижу. Второй, но это не такой, вижу я. Ну, сейчас, ладно, хоть на какой-нибудь фига нет. Ну, вот. И, парни, так как все-таки здесь система как закручивания колес, то есть, затягиваем сначала по диагонали, короче говоря, затягиваем. Сначала затягиваете вот эти два. Ну, то есть, сначала этот, потом этот, потом этот, потом этот, опять потом этот, потом этот. По диагонали двигаемся, то есть, не два вот так затягиваем, а вот этот, 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 чтобы у вас все нормально прилегало. Сейчас, конечно, попробую на вот этот. Он, наверное, большой. Здесь максимальный. Ну, да, без понт. Парни, куда-то я профукал. Где-то я их профукал. Где-то я их профукал. Херов знает, пацаны. Ну, ваши они должны потеряться. Я надеюсь. Ну, я думаю, что ничего страшного. В принципе, вы все понимаете. Все. Соответственно, раз у вас встала вот эта часть, соответственно, ну, станет и весь окол, да? Логично. Далее. Вы можете, в принципе, все это накрыть коробом, если хотите, для дизайна, да, например. Но я не накрываю. Ну, зачем? Вот. То есть, далее. Мы возвращаемся так, вот так у нас, чтобы по системе ровно было. Мы фиксируем, нажимаем рукой, чтобы не вращалось, а сами оп-оп-оп-оп-оп. Выравниваем, чтобы ровно стояло. Поняли? Поняли? Итак, ну, давайте зайдем в комп, так сказать, продемонстрируем еще разок, как все это происходит. Внимание сюда, внимание сюда. Оп. То есть, раз, полный оборот. Оп. Оп. И еще пол оборота. Фу-ть. Вот такая вот система, пацаны. Вот такая вот система. Так. Единственное, что, хочу вам сказать сразу. Что сейчас за звук был, я хер. Знаю, это что-то где-то скрипануло. Вот. То есть, вращение у нас происходит. Вот эта люфтить у вас не должна, люфтит она у меня из-за масла. Сразу скажу. Я не знаю, как это связано, но реально, когда не было масла, все было нормально. А с маслом она, например, на человечки. Не знаю. Вообще она не люфтила. Руль стоит жестко. То есть, ну, есть, конечно, небольшой, но это он, видите, весь ходит уже. Как-то такая вот штука получается, пацаны. То есть, ну, на самом деле, очень просто все. То есть, вы уже видите, что в разные стороны крутится. Ну, то есть, если мы тут влево, там у нас порочится вправо. Дело это в том, что у нас тут должна быть еще предаточная шестеренка, которая меняет вращение. Я не помню, как она называется. Вот. Она должна менять вращение. То есть, мы просто еще дополнительно, она должна стоять. Но мы ее у нас нет. Соответственно, мы вращаем влево, у нас это вращается вправо. Ну, логично. Вот. В играх это никак не влияет, потому что во всех играх есть настройка. Вы можете нажать кнопку влево и вернуть его вправо. Например, да, например, нажать кнопку влево, вернуть вправо. Все, она у вас обидится. По-нормальному так, как вам надо. Либо просто везде обычно есть кнопка инвентировать. Тоже проблем никаких не должно быть. Ну вот. Все вроде рассказал, как это все работает, как это происходит. Но опять же, если какие-то вопросы, комменты, все обязательно пишите. На все отвечаю, все читаю. Ну что, ребят, как-то так. Получилось, конечно, непросто, но, блин, зато работает. Зато работает. Забыл сказать, ребят, всем огромное спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Обязательно пишите комментарии и спрашивайте меня по всем, абсолютно по всем интересующим вам вопросам. С вами был Моисей. Спасибо вам огромное за просмотр еще раз. Всем удачи и пока-пока.